МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это означает, что если на доме делается капитальный ремонт, то делается и текущий ремонт подъездов, ремонт входных групп и делается благоустройство. Пятиэтажку по адресу улица Варейкиса, 13, отремонтировали два года назад. В ремонт было вложено более 11 миллионов рублей из областного фонда капремонта. Жители остались довольны и занялись благоустройством прилегающей территории. 140 тысяч, выигранные в городском конкурсе, вложили в строительство детской площадки. Жильцы останавливаться на достигнутом не собираются. Да, собственно, наш очень дружный подъезд, в котором я живу. И мы всегда все вместе выходим и делаем. Кому-то что-то нужно, а что у нас... Ну вот хотелось бы только еще какой-то тренажер для детей уже постарше возраста. А в доме номер 15 по улице Луначарского работа кипит. На момент приезда нашей съемочной группы строители заново создавали крыльцо. Фасад здания уже покрыт сайдингом. Насчет подобной отделки можно и поспорить, но вкусы жильцов не обсуждаются. Ведь по правилам программы капремонта люди сами вправе выбирать архитектурные решения. На место прибыл губернатор Сергей Морозов. Он осмотрел объект и пообщался с населением. Также главу региона интересовала судьба остальных домов на Луначарского. По словам представителей городадминистрации, ремонт нескольких зданий запланирован на 2020-2021 годы. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ